Интернет-площадку Студ ТВ Александр Усакович открыл еще 4 года назад. Позже молодой и амбициозный руководитель канала переименовал ее в Первый Молодежный. Сегодня команда народного корреспондента, а это 10 человек, создает уникальные новости об Абруйске. Интересные посты под хэштегом «Ярче вместе» публикуют в соцсетях. Вот, например, фрагменты сюжета ко дню города. Абруйск слишком прекрасен, чтобы что-то желать, в нем и так все есть. Поздравляю наш любимый город. Пускай он и дальше прответает. Чтобы в нем было побольше молодежи и всего-всего такого самого хорошего и самого светлого нашему любимому городу. Больше ярких красок. Недавно Саша вернулся из России. Он стал участником медиафорума «Пространство Евразии». Путевку туда он получил благодаря одному из своих роликов. В Москве, помимо выступлений руководителей СМИ, крупных интернет-порталов, телеведущих журналистов и медиаэкспертов, прошел конкурс на лучший проект. Команда Александра Русаковича победила с идеей «30 секунд ту Еврейжиан». Наша идея была в том, чтобы освещать культуру наших стран, освещать какие-то интересные лайфхаки для журналистов, чтобы это стала международная площадка для обмена опытом как начинающих журналистов, так и профессионалов. Пространство Евразии объединило не только студентов журфака, но и тех, кто сделал медиа своим главным увлечением. Это финалисты международного пресс-конкурса, которые представляют небольшие газеты, крупные интернет-каналы и настоящие холдинги со студенческими радио и телевидением. Около 300 человек из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Команда называлась «10Х», но мне кажется, все-таки залог успеха нашей команды лежит в лидере. Наш лидер – это Мэри Масмонова, молодая энергичная девчонка, которая смогла объединить наши страны все и очень интересно, энергично представляла наш проект. Прям все аплодировали. Согласно условиям конкурса, финалисты медиафорума, в том числе и наш бобручанин, смогут отправиться в пресс-тур по Арктике, но точная дата еще неизвестна. Но пока в планах Александра Русаковича увеличивать контент и создавать подкасты, чтобы быть ярче вместе.